Появилась вот такая необычная монеточка В Португалии Двухевровая К 150-летию их Красного Креста, а именно португальского Хотя организация международная Красного Креста и Красного Полумесяца Но все-таки Португалия это тот, кто выпустил данную монетку И начнем мы, что ли, о ней Как я уже сказал, португалики 150-летия Красного Креста Вот самая скандальная памятная монета прошлого года Большинство евро-нумизматов назовут бельгийскую монету В честь 150-летия бельгийского отделения Красного Креста Вот и монетный двор Португалии тоже отчеканил двух евро и монету К 150-летию юбилею Красного Креста Португалии Во внутренней части национальной стороны монеты изображена протянутая ладонь И стилизованные кресты, сложенные из квадратов Текст по левому краю диска На португальском языке Красный Крест сверху выгравлен герб Португальской Республики Под ним имеется название государства Португаль В нижней части указаны годы 1865 и 2015 Справа по окружности имеется знак монеты двора Португалии Аббревиатура INSM И инициалы художника, работавшего над дизайном монеты AM Вот по внешнему кругу внешнего кольца расположено 12 звезд Евросоюза Аверс имеет стандартные для 2 евро монеты оформления Выпущенная эта монета была 15 апреля 2015 года Биметаллическая Наружное кольцо медной никели Внутренняя часть трехслойная Медь, цинк, никель Диаметр 25,75 мм Масса 8,5 грамма Ну и в районе 700 тысяч экземпляров тираж данной монеты Скульптор Антонио Маринио Вот буртер рифленый с надписью португальского монетного двора Вообще, Красный Крест Португалии был создан по инициативе военного врача Жозе Антонио Маркеса Именно он в августе 1864 года представлял короля Людвига I на международной конференции В ходе которой была подписана Женевская конвенция об улучшении участи раненых в армии Вернувшись в Португалию, Жозе Антонио Маркес организовал 11 февраля 1865 года Португальский комитет помощи раненым и больным военных во время войны Первое обозначение Португальского Красного Креста 13 июля 1887 состоялось признание португальцев общества Международным комитетом Красного Креста На протяжении всей своей истории Красный Крест Португалии оказывал помощь людям во всех крупных войнах И стихийных бедствий, в которых была вовлечена Португалия Она также представляла международную помощь за рубежом С момента своего основания Красный Крест в Португалии помогал жертвам различных военных конфликтах В том числе революционные движения в Португалии, Гражданская война в Испании, Первые и Вторые мировые войны Кроме того, это учреждение работало совместно с Международным комитетом Красного Креста В следующих вооруженных конфликтах Румынской революции, конфликты в бывшей Югославии, Гражданская война в Анголе Конфликты в Дарфуре, Мозамбике и Восточном Тимуре Конечно же, Красный Крест Португалии самостоятельно Либо в координации с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Оказывает помощь во многих гуманитарных катастрофах 20-21 веков Красный Крест Португалии делится на 25 региональных отделений, 154 местных групп В штаб-квартире организация располагается во дворце графов Обидуш в Лиссабоне Красный Крест Португалии насчитывает около 700 штатных сотрудников и около 5000 добровольцев И имеет годовой бюджет около 4 миллионов евро Текущая деятельность сосредоточена на медицинских и социальных услугах А также на дальнейшем развитии организации, в том числе увеличение числа членов Улучшения оборудования, обучения на местном и региональном уровне Президент Красного Креста Португалии назначается на 3 года С совместным решением премьер-министра и министра обороны страны Из трех предлагаемых организаций кандидатов Возможно до трех переизбраний Вот это вот у них так А уже заодно, раз мы в это дело скатились Я думаю, почему бы и не вспомнить Красный Крест Как Россия в этом деле участвовала, участвует И вообще из чего это все, вся эта каша варится Вообще Международный Красный Крест Международная гуманитарная общественная организация Она общественная, вот осуществляет свою деятельность во всех странах мира Признавая, предоставляя защиту и оказывать помощь пострадавшим В вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках стран мира Является основной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полуния Движение Международного Красного Креста Главной целью которой является предотвращение и облегчение страданий людей Объединяет независимые организации Лигу общества Красного Креста Международный комитет Красного Креста И Национальное общество Красного Креста Вообще комитет был создан в феврале 1863 года И состоял из пяти человек Идейным вдохновительным движением был швейцарист Анри Дюнан, ставший свидетелем сражений итало-французских и австрийских войск при Сальферина. В опубликованных им воспоминаниях памяти о Сальферина он впервые поднимает вопросы создания добровольной благотворительной организации, оказываемой помощью раненым во время войн и вооруженных конфликтов. Эта идея нашла развитие в дальнейшем обращении Дюнана к правительствам европейских стран с просьбой разработать и юридически закрепить основные международные договоренности, регламентирующие деятельность таких организаций. Юридические договоренности были зафиксированы в Женевских конвенциях 1949 года окончательно. Вот принципиальные для движения решения создания подобных организаций в каждой стране, их нейтральным статусом и единообразие отличительным знакам, идеям которых также принадлежат Дюнану. Именно Дюнан придумал Красный Крест. Вот были приняты на международной конференции в Женеве в октябре 1863 года. Комитет был переименован в Международный комитет помощи раненым. Меньше чем через год количество подобных обществ достигло 10. Они были созданы в Германии, Дании, Испании, Бельгии, Пруссии, Италии. Первым вооруженным конфликтом, наблюдением за которым осуществляли делегаты Красного Креста, была Датско-Прусская война 1864 года. Делегаты работали по обе стороны фронта и нередко выступали в качестве посредников между воевавшими сторонами. Во время французско-прусской войны 1870 года комитетом было основано первое информационное агентство для родственников раненых и попавших в плен солдат. В дальнейшем делегаты комитета оказывали помощь раненым во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Османская империя обязала комитет изменить символ на красный полумесяц. Вот сербско-болгарские войны 1885-1886 годов, Балканская война 1912-13 года, Первой мировой войны, во время которой комитет безуспешно пытался заставить конфликтующие стороны отказаться от использования химического оружия. Деятельность организации во время Второй мировой войны осложнялась тем, что фашистский режим не признавал многие международные заключения. Кроме того, помощь гражданскому населению, также нуждавшись в помощи комитета, к тому времени еще не была закреплена на международном уровне. Вот подписание в 1949-м Женевской конвенции о защите жертв войны значительно расширило сферу деятельности Красного Креста в области помощи гражданскому населению, военнопленным и заключенным. В 1919 году Национальное общество Красного Креста организовали Лигу общества Красного Креста для разработки программы взаимопомощи и развития в мирное время. Позже она была переименована в Международную федерацию общества Красного Креста и Красного полумесяца. Ее постоянный секретариат находится в Женеве, это Швейцария. Высшим органом Международного комитета Красного Креста является Ассамблея. Она формирует политику, определяет основные задачи и стратегические планы, принимает бюджет и финансовый отчет и осуществляет контрольную деятельность. Коллегиальным органом по принятию решений является Совет Ассамблеи. Он обеспечивает повседневное функциональное функционирование и разрабатывает основные направления деятельности комитета. Президент Международного комитета Красного Креста одновременно возглавляет также Ассамблею и Совет Ассамблеи комитета. Движение Красного Креста трижды было удостоено Нобелевской премии мира в 1917, 1945 и 1963 годах. А вот Российское общество Красного Креста было основано 3 мая 1867 года под покровительством императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II. Вот как Российское общество попечения о больных и раненых воинах. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. Его первым шагом на международной арене стало оказание помощи раненым во время Франко-Прусской войны, во время Русско-Турецкой войны 1877 года. Вот так же они взяли на себя практически всю медицинскую помощь армии, организации лазаретов, санитарных поездов, перевязочных пунктов и так далее. С 1872 года Красный Крест России начал оказывать помощь гражданскому населению, пострадавшему при стихийных бедствиях, землетрясении, пожаре, наводнении, эпидемии, голод и так далее. С 1882 года мирному гражданскому населению бесплатное лечение, обучение ремеслам, строительство детских приютов и так далее. В 1899 году в Санкт-Петербурге создан комитет по подаче скорой помощи пострадавшим от несчастных случаев и общественных бедствий. Вот его станции первой помощи стали правообразом будущей службы скорой помощи. В 1904 году Российское общество Красного Креста открывает Центральное справочное бюро о военнопленных. В 1823 году после подписания председателями Национальных обществ Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного полумесяца Азербайджана декларации об объединении был создан в Союзе общества Красного Креста и Красного полумесяца СССР. Вот благодаря гуманитарной политике были построены многие детские санатории и лагеря, в том числе очень известный пионерский лагерь Артек. Положено начало санитарной авиации. В 1925 году создано движение безвозмездных доноров и служба патронажных медицинских сестер и так далее. Во время Второй мировой войны Российский Красный Крест готовил медицинский персонал для работы на фронте, шефствовали над госпиталями и детскими домами, собирали продукты для эвакуированных, шили белье, организовали санитарные педагогические отряды для работы на освобожденных районах Украины, Белоруссии, Молдавии и так далее. Вот в последующие годы принимали участие в ликвидации эпидемии в Монголии, Польше, Китае, открывали больницы в Китае, Эфиопии, Иране и Алжире, оказывали помощь пострадавшим в Чернобыльской аварии. В 1990 году была основана спасательная служба Российского общества Красного Креста. Ее первый отряд из добровольцев был сформирован в 1989. Поводом для этого послужило землетрясение в Армении 1988 года. С 1999 Российское общество Красного Креста оказывает помощь вынужденным мигрантам из районов военных действий Северный Кавказ и стихийных бедствий Якутии, Восточный Сибирь, Краснодарский край и так далее. После распада СССР правоприемником Советского Красного Креста стало Российское общество Красного Креста. Вот такое вот у нас событие. Как бы начали с Португалии, закончили с Россией, что вполне естественно. Как бы хотелось бы российские дела тоже осветить в этом вопросе. Ну вот посиленно, насколько смог, смог. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.